Друзья мои, всем огромный привет, добро пожаловать на канал. Ну вот я появился, ну был занят всю эту неделю, и сейчас у меня освободилось время, и я теперь буду проводить как можно больше с вами, друзья мои. И сегодня у нас рубрика «Непростые разговоры», и я вам сегодня расскажу историю, правдоподобную историю, которая произошла со мной много лет назад. По просьбе моих зрителей, подписчиков, и меня просили рассказать, как я умудрялся жить в чужом городе, на съемной квартире, при этом экономия, и живя в месяц на 5000 рублей. Можно, как бы возможно, это, ну как бы так прожить или нет. Друзья мои, я вам скажу честно, что можно. Вот, даже сейчас, в нынешнее время, в тяжелое время, можно жить на 5000 рублей, в месяц на съемной квартире, и вполне себя нормально чувствовать. Я не то, что выживать, да, а именно, ну, жить. Это, конечно, да, не на широкую ногу, не, может быть, не так, как мы привыкли в обиходе, или так, как мы привыкли вообще в жизни, да, но, честно говоря, можно. Я не буду долго говорить, что, зачем, когда, почему, просто вам вкратце расскажу, как вот у меня все дело происходило. Началось это все в 2009 году. В ноябре месяце 2009 года я переехал в Питер. Причем переехал спонтанно, с бухты Барахты. Не знаю, как вы скажете, может быть, шля под хвост попало, да, или я просто решил поменять дислокацию, можно и так выразиться, да, и уехал в Питер. Короче, уехал туда, куда глаза глядят. Причем, самое интересное, заметьте, что у меня в Петербурге нет ни знакомых, ни родственников, ни друзей на тот момент не было. Вот, то есть поехал вообще в чужой город к незнакомым людям, даже понимая то, что если мне нужна бы чья-либо помощь, мне некому будет обратиться, то есть я полностью был предоставлен сам себе, да. Да, конечно, не забывайте тот момент, что если бы там, допустим, что-то у меня не получилось бы, я бы вернулся бы обратно. Но, давайте вернемся теперь к этим вот расходам, к бюджету, к принципу выживания, да, моего. А я вам скажу честно, кто еще меня не знает, может быть, кто-то недавно ко мне пришел на канал, кто-то со мной еще особо не знаком, я человек неприхотливый в этой жизни, то бишь мне не нужно, там, знаете, хоромы, там, и так далее, еще что-то. Мне нужно, главное, чтобы было вот крыша над головой, куда можно прийти с работы, бросить кости, ну и, естественно, чем-то питаться, да, в любом случае. Ну, сами понимаете, да. И осознавав все это, я уехал в Питер, у меня была с собой энная сумма денег. Сейчас точно не скажу, какая, но, кстати, хочу, до того, как мы начнем с вами эту беседу, хочу сказать, что в Петербурге зарплаты тысяч на 5-7 меньше, чем в Москве. И это для них это нормально. То есть, да, то есть, вы понимаете, что если, допустим, вы в Москве, там, получаете, там, 40-50 тысяч, в Петербурге вы будете получать на 5-7 тысяч меньше. Но, сопоставив тот фарт, что я так подумал, что хорошо, я уеду в Питер, там себя как-то, может быть, проявлю, если не получится, да, есть куда возвращаться. Вот. Но я на тот момент понимал, что я еду в незнакомый город, мне нужно там искать жилье, мне там же, опять же, нужно будет искать работу, потому что здесь у меня тогда, на тот момент, проект закончился. Я решил себя попробовать просто в другом городе. Не знаю, почему Питер, потому что, может быть, это мой один из любым городов России. Конечно, была возможность уехать на другое место, да, но не хотелось куда-то очень далеко. Знаете, с тем чувством, что если все хорошо получится, если все произойдет так, как я планировал, да, ну, в общем-то, мечтал, можно будет съездить в гости сюда на выходные, там, навестить родителей и так далее, чем-то, знаете, лететь через три-девять земель и так далее. Нет. Вот именно вот такого момента. И что я вам хочу сказать. На тот момент у меня была с собой небольшая сумма денег и чемодан, да, чемодан с вещами, потому что это был ноябрь месяц, то есть я сразу с собой взял зимние вещи, какие-то летние, ну, весенние, да, скажем так, думал, если получится, там буду уже потихонечку себе что-то подкупать, обновлять гарантировочек, там, туда-сюда, пятое-десятое. Вот. Но, опять же, нужно было мне понимать, что я-то без работы, и у меня есть с собой энное количество денег. Я сейчас не помню на тот момент, пусть будет там, допустим, ну, 30 тысяч, да, рублей у меня с собой было. Это на проезд в Питер, на билет в Питер, да, это на съемное жилье, это на проезд по городу, это на питание, на оплату мобильной связи, ну, и так далее. А по поводу еды, да, я вам хотел сказать, я человек неприхотливый и в этом плане, то есть мне вполне хватит там мешка картошки, несколько пачек макарон, мне главное требуется был кофе, молоко, сахар, если вы курите, то и сигареты. Я курящий человек, значит, мне тоже нужны были еще и сигареты на тот момент. Это тоже не дешевое удовольствие, вот. И, приехав в Петербург, я, естественно, как бы снял комнатку подешевле, за городом. Как сейчас помню, это, по-моему, был поселок Горелого, в Ленинграде области. Недалеко от города, но все равно ездить. Вот. И я начал искать работу. То есть по приезду я не сразу прям как приехал, бросил чемоданы, заселился, нет, все. Я, естественно, как бы, может быть, недельку там, знаете, погулял по городу, поездил, посмотрел, как все нормальные люди, да, красивый город, тогда сюда. А вот, ну, естественно, как бы тратил деньги на проезд, узнавал, какие-то можно купить, льготные карты там или еще что-то, да, чтобы как-то кататься по городу, чтобы особо не тратиться. Потому что из Горелого доехать в Питер, это нужно заплатить за автобус, доехать до станции метро, сесть на метро, доехать там до какой-то станции, там на общественный транспорт перебираться. То есть, сами понимаете, расходы большие. Плюс где-то, может быть, перекусить надо будет купить, это опять трата. Вот. Покатавшись так неделю, естественно, деньги начинают таять, да, исчезают, ну, как бы, имеют свойство заканчиваться. Но это везде так, это всегда так было. Вот. И, естественно, начал подвискивать работу. Опять же, я не знал, сколько я буду искать. То есть, можно сказать, работаю полгода, можно найти ее и быстро, да. А может, вообще ничего не найдешь, и тогда придется возвращаться домой, восвоясь, и здесь уже что-то думать. Ну, естественно, у меня была на тот момент, помимо этой тридцатки, которая была с собой, я на всякий случай отложил себе денежку, там, не помню, 2000 тогда Белевского на поезд, ну, если что, чтобы вернуться обратно домой, да, как бы, что это вот все, это НЗ, это запас, это непритесновенность такая, потому что, ну, сколько я буду искать работы, на сколько денег у меня хватит на жилье, а столько я буду ее искать. Да, когда деньги кончатся, собрал монатки и уехал. Ну, грубо говоря. А вот. Ну, мне повезло на тот момент, что я работу нашел довольно-таки быстро, где-то за полтора месяца. Но, опять же, то есть, я по полтора месяца ездил по собеседованиям, я купил себе карточку на общественный транспорт города, на метро, там, на автобусы, троллейбусы, ну, на эту финоземку. Естественно, это дешевле, чем ты покупаешь жетончики, платишь наличкой за проезд, там, туда-сюда. Да, вот. А кушать, ну, да, кофе, сахар, молоко, картошка, макарошки, все, мне хватит. Вот. То есть, да, ну, естественно, там мыльно-рыльные какие-то принадлежности, которые я взял с собой, да, естественно, я тоже это все с собой взял, и этот момент я тоже, как бы, учел. Вот. То есть, мне, в принципе, этого хватило, и, ну, там, знаете, если взять помилу, там, естественно, для меня посуды, там, вот это вот все, это, естественно, как бы тоже на это ушли деньги, и немаленькие. Ну, как немаленькие, ну, то есть, были расходы. Найдя работу, я начал понимать, что от того места, где я живу, до работы, ездить накладно, и ездить долго, и, опять же, если вы работаете допоздна, если вы начали работу, что у вас там график, там, допустим, допоздна, что не всегда ты вернешься на транспорте, на общественном, да, придется, там, такси вызвали, или еще как-то, я хотела еще больше расхода. Естественно, я начал уже себе подвесить квартиру поближе к работе, чтобы экономить деньги на проезде. Вот. И получилось так, что я устроился на работу, я нашел себе уже комнату в квартире, тогда я жил в частном секторе, оттуда я нашел комнату в квартире на Комендантском проспекте, и до работы мне было дойти пешком минут 15. То есть это было уже удобно, но, опять же, стоит сопоставить тот факт, что аренда жилья в области, как Москва, как Питер, как любой другой город России, всегда дешевле, да, ну, на какую-то сумму там, но дешевле. То есть там, естественно, дороже. Естественно, нужно было понимать, что вам на съем квартиры нужна определенная сумма денег. И в Петербурге, так же, как и везде, когда вы снимаете энное жилье, неважно, комнату, там, квартиру, у кого какие средства, кто, что может себе позволить, да, в плане аренды. Как правило, владельцы жилья, арендаторы, да, берут две суммы сразу, то есть первого месяца, последний месяц. То есть я на тот момент понимал, что если я нашла себе комнату за 15 тысяч, ну, это было на тот момент, это еще было тогда, ну, прилично, скажем так, то я должен отдать тридцатку. А у меня этой суммы, да, именно до 30 тысяч у меня не хватало там пару тысяч, может быть, как сейчас помню. И я понимал, что мне-то нужно переезжать, и до зарплаты еще, как бы, до аванса еще две недели, да, до первого, пока ты получишь зарплату, а ты новый человек, пока тебе эти деньги дадут. Хорошо, если ты попадешь в аванс, а не попадешь только в зарплату. И то не всю сразу, потому что не сразу, там, с первого числа, там, первый месяц ты устраиваешься. Нет, естественно, там, можно в середине месяца прийти на предприятие, там, или еще как-то, но не важно. Вот. Ну, чем отличается Питер, да, потому что там действительно понимающие люди, там люди добрые, отзывчивые, мне пошли навстречу, именно вот хозяин комнаты, которую я снимал в квартире, он сказал, что ничего страшного, я, говорит, подожду, вторую часть там уже, там, ну, встанешь на ноги и оплатишь. Все, вот это вот мне повезло. Бывает, таких много, и в Москве, и в Питере, и везде, можно договориться, если что. Вот. Но мне вот в этом случае повезло, да, то есть я снял комнату, переехал уже ближе к работе, и уже у меня была экономия. Я просто подвожу к тому, как вот я экономил деньги, как я жил на, вот, на 5 тысяч в месяц, да, и нормально себя чувствовал, я вот к чему веду. То есть я на тот момент понимал, да, у меня тоже были там, хочу то, хочу это, хочу пятое, хочу десятое, но я осознавал в тот момент, что я живу на съемном жилье, что мне понадобятся какие-то вещи, мне понадобится там, что-то из продуктов, да, мне понадобится что-то еще. Может быть, захочется ездить к родителям, навестить их, да, и, естественно, я получаю зарплату в 27 тысяч на тот момент, снимая квартиру за 17, да, остается десятка, вот. И с этой десятки нужно оплатить, купить продукты, оплатить мобильную связь, оплатить, так, купить продукты, оплатить мобильную связь, что еще? Ну, на всякий случай купить проездной, чтобы было, да, ну, потому что в любом случае тут ты пешком, а когда-то ты ездишь. Ну, в общем-то, все, да, и я, вы знаете, умудрялся за эти 10 тысяч как-то распределить так, что мне хватало 5 тысяч на питание, вот именно, знаете, как, грубо говоря, даже не именно, вот, 5 тысяч на одну еду только, нет, то есть на все, да, то есть на питание, на, ну, как бы, да, если оплатить, скажем так, оплатить жилье, оплатить проездной, оплатить мобильную связь, да, у меня оставалось 5 тысяч на месяц, на месяц на питание, и я еще умудрялся этой суммы какие-то деньги откладывать, чтобы было, то есть тысяча, полторы, две, я мог себе положить куда-то в кубышку, в загашник, потому что расходы могут быть непредвиденные, расходы могут быть разные, да, и, естественно, я умудрялся с этой суммы делать себе какие-то нычки, вот. Ну, и потом, как бы, знаете, уже когда к этому привыкаешь, когда уже привык к такому образу жизни, потом уже, когда я понимаю, что, ага, у меня есть иные суммы в заначке, могу себе позволить что-то еще там, ну, купить, да, как сейчас помню, мне нужно было обновить себе гардеробчик, вот, то есть я пошел в заначки, купил себе обувь, все равно что-то еще осталось, купил себе там шмотки какие-то, опять же, хочу вам сказать, что я тогда покупал вещи не в дорогих бутиках, да, как вот здесь, может быть, я тогда привык делать, а в обычных магазинах смешных цен, вот. Я, кстати, не особо тоже не брезгую и такими магазинами я в них, бывает, что-то себе покупаю, потому что, как правило, вещи, которые выставлены в этих магазинах, практически такие же выставлены в дорогих бутиках, только они стоят несколько раз дороже, да, но привозят их практически с одного места, если, грубо говоря, это Турция, значит, все привозят из Стамбула, из того же, просто, опять же, ценовая политика меняется из-за аренды в большей степени, да, то есть, чем ближе к центру, тем дороже, но это все лирика, это все уже, как бы, вот так, и потом уже, когда мне повезло, когда я уже, у меня появился коллега, приехавший, парень, тоже помню, как-то с, ну, тоже, как бы, на работу, он приехал, как коммунировочный туда, вот, и мы решили снять квартиру на двоих, то есть, я уже туда жил с девушкой, он пока был один, вот, и мы решили снять однушку на двоих, и уже тогда, уже я вдохнул спокойно, потому что, как бы, да, вот эти, грубо говоря, 20 тысяч, которые стоила аренда однушки, да, она просто разделена на двоих, и уже тогда мне стало полегче, и уже тогда было проще, да и веселее, скажем так, вот, поэтому, друзья мои, вот такая вот была коротенькая история, и я вам скажу, что если вы соберетесь там куда-то уезжать, там, ну, по каким-либо причинам, или просто вам захотелось поменять дислокацию, или просто захотелось покорить другой город, вот вам вся моя история, то есть, можно жить, и даже в нынешнее время можно жить на 5 тысяч в месяц, можно, это, ну, как бы это правильно на моем опыте, да, то есть, сейчас цены магазинов тоже не такие дорогие, можно себе, как бы, вот, расписать даже, вот, не то, что рацион питания, а просто, вот, расписать энную сумму денег, которую вы тратите на продукты, вот, проезд там, все остальное, я об этом не говорю, вот, что-то еще хотел добавить к этому, ну, в общем, как-то так вот, друзья мои, если вам моя история понравилась, пишите комментарии, оставляйте лайки, не забывайте подписываться на Дзен канал, потому что там тоже будет много всего интересного для вас выложено, друзья мои, вот, да, можно просто, нужно как бы, размерять реальное с действительностью, да, и можно начинать, как говорится, как с чистого листа, как многие из, ну, многие там, допустим, говорят, вот, все там доело, хочу все бросить, поменять сферу деятельности, там, стиль жизни и так далее, пожалуйста, и можно собирать и копить деньги, хотя на тот момент до переезда у меня была здесь хорошая зарплата, и я, ну, не то, что, как бы, не то, что я ничего не нуждался, можно было и так сказать, но я, вот, именно вот этот переезд в другой город меня научил делать нычки, меня научил, не прям сильно экономить, прям, да, вот, дешманский, нет, но как-то соизмерять мои расходы с потребностями, да, то есть я на тот момент понимал, что, ага, вот без этого я обойдусь, это не столь важно для меня, вот, прям, прям, прям так вот вынь да положь, мне это не надо, да, и то же самое, что касалось еды, там, каких-то личных целей, еще чего-то, вот, и из-за этого складывался вот этот вот мой бюджет, который я укладывался, из которого я еще и мог сделать какую-то заначку, вот, и я вам скажу честно, я довольно-таки, ну, неплохо себя чувствовал, да, потом, когда, да, если там обрел друзей, обрел знакомых, уже как-то стал жить веселее, да, и, да, я редко, когда вот живя в Питере, редко обращался за помощью к знакомым, прожил там четыре с половиной года, за это время я старался быть независимым ни от кого, да, и старался жить по своим свидетельствам, вот, и я вам скажу, мне всего хватало, вот, так что вот такая вот история, друзья мои, и сейчас можно так же делать, да, и сейчас можно в наше тяжелое время так же жить по свидетельствам, ну, в чем-то, да, себе отказать, можно там раз в месяц себе что-то там такое позволить, да, то, что вы хотите, например, опять же, нужно понимать, что, если вы сейчас на то, что вы хотите пограть ценную сумму денег, хватит ли у вас на следующий месяц прожить этот месяц, да, если мы живем с вами, а зарплата до зарплаты, и хватит ли у вас сделать заначку, вот, то есть уже ближе к лету, когда я уже одуплился, грубо говоря, когда я уже начал уже потихонечку, так это, знаете, обрастать перышками, я уже ездил и в Сестрорец гулять на Финский залив, там, купаться, да, и, кстати, даже живя в Анапе, я накопил денег, и я съездил, ой, в Анапе, господи, в Питере, я в 13-м году два раза, два раза умудрился, съездить в Анапу, два раза, это было июль, это была август, два месяца, два раза, по две недели я летал в Анапу, то есть, сами понимаете, да, живя в чужом городе, получая зарплату, я не скажу так, что я притруждался, что у меня было 28 тысяч работ, нет, были моменты, да, когда вот Лень сидит дома, у меня была такая организация, не будет, что ли такая, да, что можно было брать подработки, ну, там, у меня хоть и дом, я взял, вышел, подработал, там какие-то денежки сложил, и вот с этих вот накоплений, я позволил себе поездку в Анапу, то есть, перелет, жить там на частном секторе, купаясь в море, да, как бы там ничем себе не отказывают, то есть, попивать винишко, кушать арбузики, там, где-то как-то куда-то ходить, гулять, ездить, смотреть курортные вот эти вот города и поселки, вот, потом через две недели, прилетев обратно в Питер, придя на работу, через две недели я опять уезжаю туда же, вот, то есть, сами понимаете, да, что как бы, я на тот момент мог себе это позволить, понимаете, к чему я, да, то есть, два года, даже 9, 10, 11, 12, 13, 5 лет получается, да, ну, да, нет, даже до 13 года я мог съездить еще куда-то, просто не хотелось, просто нужно было зарабатывать, нужно было решать какие-то свои вопросы, вот, и, в общем-то, вот так, друзья мои, вот вся моя история, ну, вот, друзья мои, спасибо большое, что были сегодня со мной, надеюсь, я все вкратчиво и дохочу вам объяснил, вам рассказал, поэтому, если у кого есть какие-то заструднения, не падайте духом, пытайтесь, измеряйте реальность с действительностью, пытайтесь как-то, может быть, на чем-то сэкономить, или же немножко уменьшить свои потребности, и, я думаю, у вас все получится, если, допустим, оказалась в какой-то трудной ситуации, всегда можно найти выход из положения, не бывает безвыходных ситуаций, в любой ситуации можно найти выход, вот, даже в чужом городе, вот, не знаю, как по поводу чужой страны, в чужом городе, где у вас никого нету, можно найти выход из положения, всегда, если у вас есть куда вернуться, значит, если у вас там что-то не получается, не сложилось, бросайте все, и возвращайтесь, вот, ну, друзья мои, все, не буду вас слишком долго томить, слишком долго задерживать, спасибо большое, что были на канале, спасибо вам огромное, за лайки, за комментарии, повторюсь, не забывайте подписываться на Дзен, кто еще сюда не подписан, тоже заходите, жмите колокольчики, оставляйте комментарии, я вам всем очень рад, буду с вами прощаться, всего вам самого хорошего, всего вам самого наилучшего, в данном встрече увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok